В Казахстане обнаружены черные ящики самолета, потерпевшего крушение в нескольких километрах от Алма-Аты. Днем борт вылетел из аэропорта Кокшитау и уже заходя на посадку, по неизвестным причинам рухнул на землю. Погиб 21 человек, пока основной версией исследователи называют сложные погодные условия. Над южной столицей Казахстана сегодня густой туман. Этой же версией придерживаются и в авиакомпании SCAT, который принадлежал самолет. Там заявили, что с технической стороны претензий к машине не было. Последний раз ее ремонтировали полтора года назад. Лайнер разрешено было использовать до сентября этого года. Вадим Хуланхов с деталями расследования. Черные ящики, установленные на борту разбившегося челленджера, найдены. На их расшифровку уйдет не одна неделя. А пока у специалистов есть единственная основная рабочая версия случившегося – плохие метеоусловия. Самолет был обнаружен недалеко от аэропорта Алматы. Разрушен и выживших не оказалось. Экипажу не удалось посадить самолет с первой попытки, и командир был вынужден принять решение о заходе на второй круг. В момент касания взлетной полосы и произошла трагедия. Ноги лежат, руки лежат отдельно, мозги лежат. Вот. Ничем помогать не могут. Все. О том, что на борту самолета живых не осталось, стало известно буквально в первые минуты после катастрофы. Машину от сильнейшего удара бетон разорвало на части. Генеральная прокуратура Казахстана уже опубликовала список погибших. Это пятеро членов экипажа и 16 пассажиров, в том числе двухлетний ребенок. На месте силами и средствами МЧС РК организована работа оперативного штаба. Ведутся работы. Дальнейшие сведения будут выданы позднее. Гражданский флот Казахстана почти полностью состоит из самолетов, поставляемых из США, Канады и стран Европы. Самолетов российского производства в республике почти не осталось. Когда возникла опасность для гражданских полетов, с десяток лет назад, с десяток лет назад, он категорически запретил покупать самолеты из стран производства СНГ. За последний месяц это уже вторая авиакатастрофа в республике. В конце прошлого года потерпел крушение военно-транспортный самолет республиканской погранслужбы. Погибли 27 человек, в том числе почти весь штаб пограничного ведомства Казахстана. Как и в сегодняшнем случае, основной причиной аварии считаются плохие метеоусловия. Впрочем, конкретных выводов пока здесь стараются не делать. Пока слишком мало информации. Ведется расследование, задействованы СИУЧС, полиция, все необходимые службы Алматинской области уже прибыли. И службы города Алматы тоже оказывают им все необходимое и возможное содействие. Найденные на месте аварии черные ящики для более детального изучения казахстанские специалисты решили отправить в Москву. Межгосударственный авиакомитет уже готов начать работу с единственными уцелевшими свидетелями трагедии. Вадим Хуланхов, Татьяна Гагаринова, Игорь Баринов, 5-й.